шурик ага всем привет с вами виктор канал витек play и не будем наверное больше это подглядывать поехали вперед продолжаем играть бесконечное лето проходим руд леночки я уже собирался идти на завтрак как в дверь постучали на пороге стояла лена доброе утро доброе я несколько смутился события вчерашней ночи еле стоя еще стояли у меня перед глазами но заводить о них разговор совершенно не хотелось ульгу дмитриевну ищешь наверное да нет то есть да я она была такой же как и всегда скромный и стеснительный казалось что тот танец на пристани всего лишь сон а ее нет ну ладно тогда я пойду угу я вошел ее господи ну что ж ты забаранта семён она явно к тебе пришла и долина ушла я подумал что встретил ее слишком холодно и при следующей встрече решил обязательно быть поприветливее несмотря ни на что утро было прекрасным поперла 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 у рачки мокрые так что нас вами нужно дальше сделать выборы на карте не важны ну в принципе мы с вами везде побывали что тут пофиг на ускоренном потому что ты слабак да почему же потому что побоялся со мной тогда поспорить а вот это на момент не видели но эта фигня когда в карты играли серьезную причину должно не поспорил если когда в карты играли теперь прям надо высказаться мне так ну и стоянку давай честно мику споет свою песню японскую так 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 вот здесь что-то должно быть до нас вместе сестра попросила посидеть за нее в собственно кабинете и нам нужно ответить что мне кажется на тебе будет смотрелось прекрасно ну журнал мы там раз рассматривали спасибо полетели дальше а тут все равно давайте не будем спрашивать здесь мы с вами все делали она все равно угры получит давайте съедим что и голода взяла вверх они отравлено яблочко сразу крюп покусать решил так во ребята бункер с леной пошли ух сейчас страшилочки будут я же не пойду туда один ольга дмитриевна призадумалась пожалуй ты прав тогда завтра с утра пойдем все вместе последние пару минут я ловил на себе странные взгляды лены словно она что-то хотела сказать но не решалась пионеры начали медленно расходиться об алисе и зрели все стало все словно забыли все словно забыли даже вожатая казалось смягчилась и никак не отреагировала когда горе террористка пытаясь спрятаться за ульянку скрылась с площади и нам пора да на лагерь быстро опускалась ночь и все же здесь на юге а может просто в этом мире от первых лучей заходящего солнца до полной темноты лишь краткий миг не успеваешь сполна насладиться всем буйством красок заката спать еще рано но вожатая шла в сторону своего домика уверенно как будто мысленно таща меня за собой ольга дмитриевна я пожалуй прогуляюсь немного ладно она пристально посмотрела на меня но видимо не найдя поводов возражать пожалуй плечами пошла дальше я вернулся на площадь и то чтобы хотелось получше рассмотреть незначительный ущерб нанесенный памятнику генди просто здесь находился географический центр лагеря если не знаешь куда идти то стоит начинать выбор пути именно отсюда я сел на лавочку и посмотрел на запад интересно здесь земля вращается вокруг своей оси именно так как и должна или может быть там вообще с северой или юг сложно сказать по крайней мере тогда мне не приходило в голову ни единого способа проверить фундаментальные законы мироздания привет непонятно откуда рядом со мной появилась лена привет не спится она удивленно посмотрела на меня ну да еще рано конечно можно я присяду да конечно садись я аккуратно подвинулся были не спится смотрите светло еще он горит не спится симеон аккуратно так мне казалось на самом деле я буквально вжался в край лавке спасибо лена села и посмотрела на небо словно забыв обо мне грустно что грустно то шурик пропал да неприятно получилось она как обычно вела себя спокойно большую часть времени молча молчала краснела и смущалась только тогда когда приходилось что-то говорить или делать само это молчание которое могло бы показаться многим в том числе и мне неловким для нее похоже было вполне естественным привычным даже мне сложно представить что лена на самом деле где-то глубоко внутри силится подобрать слова как-то начать разговор или ставить удачную реплику старается не казаться глупой или наоборот не производить впечатление слишком нахальной девочки как алиса я просто не мог ее сравнить ни с кем наверняка ей вполне комфортно быть такой какая она есть действительно а значит мои попытки как-то ее разговаривать слово сблизиться тут будет неуместно будут восприниматься как вторжение во внутренний мир хотя меня от чего-то тянуло к этой девочке загадочность ли который ей точно не откажешь внешне привлекательность или какие-то другие женские чары я не мог ответить на этот вопрос поэтому пока меня в открытую не упрекнут в назойливости уверен что найдется но в самом деле куда ты денешься с подводной лодки мина похоже шутку не оценила ведь этот лагерь был подводной лодкой наверное только для меня я надеюсь завтра ольга дмитриевна милицию позвонит найдут они его обязательно найдут а если за ночь она погрустнела да что с ним может случиться один ночью в лесу да что угодно наверное ему там одиноко как будто его кто-то заставлял туда идти а если он просто потерялся упс но так не надо по лесам шастать одному тебе его совсем не жалко рук шурик сидит там совсем один а он там совсем один сидит жалко конечно не смутился как бы там ни было лена права человек пропал и за ночь что угодно может случиться не пойдем же мы сейчас его искать она ничего не ответила все также продолжая смотреть куда-то вдаль туда где солнце из последних сил пробивалась сквозь верхушки вековых деревьев словно стараясь оставить напоследок людям хоть немного своего тепла и правда думаешь что на ночь глядя бродить полюса это хорошая идея нет наверное почему-то я был совершенно уверен что она именно так и думает последнее время мне все чаще казалось что начинаю понимать лену без слов что она как будто психологически давит на меня заставляя соглашаться с ней для лены молчание куда краснеречивее любой болтовни и уговоров да и тем более днем искали уже везде она наконец оторвалась от созерцания заката и посмотрела на меня не знаю вроде бы везде а как же старый лагерь впервые ее слова прозвучали не отчет не отвлеченно безразлично окажется даже уверенно а где он я вот не знаю электроник рассказывал ну ему верить я глупо усмехнулся но лена продолжала все также серьезно смотреть на меня конечно если он не так далеко значит ты хочешь пойти конечно не хочу можно если только быстро и сразу назад хорошо лена улыбнулась и протянула мне непонятно откуда взявшийся фонарь черт побери она все знала да она реально и манипулирует да полезная штука то есть получается она заранее готовилась и от меня уже ничего не зависело я обреченно вздохнул и направился вместе с ней в сторону леса ох эта музыка на лагерь опустилась ночь мы шли медленно лена рядом со мной близко но все же не вплотную странно но кажется она совсем не боялась более того все происходящее как будто ее вообще не волнует словно и не мы сейчас бродим по ночному лесу а смотрим кино с кем-то другим главных раях ролях действительно по рассказам электроника старый лагерь был не так далеко если идти по прямой заблудиться будет достаточно сложно впрочем уже через пару минут я был совершенно не уверен что мы идем именно по прямой а еще через некоторое время мне начало казаться что станет чудом если мы вообще отсюда выберемся и тут раз такая толпа ульянок но перед леной лицо терять не хотелось поэтому шагать шагать я старался бодро по лесу постоянно прыгали бессловесные тени отблески луны по ногам тихо шуршала трава под ногами конечно же а над головой ветки деревьев вековые дубы стояли рядом со всем молодыми березками из-под кроет которых приветливо выглядывали большие грибы словно готовые салютуя снять свою широкополую шляпу в другой день скорее в другое время суток здесь наверняка красиво возможно и ночью бояться нечего но все же я невольно вздрагивал от каждого дуновения ветерка смотри лена показала вперед я прощурился и увидел просвет между деревьев опять она через минуту мы стояли на довольно большой поляне посреди которую возвышалось здание напоминающая сельскую школу или детский сад краска со стена сыпалась крыша в нескольких местах зияло пробоинами словно от артиллерийской бомбежки а окна лишенные стекла смотрели на нас грустно и даже немного угрожающе не самое приятное зрелище я не мог вспомнить каким представлял себе это место еще минуту назад все картины как будто стерли из памяти заменив на этот унылый кладбищенский пейзаж да уж жутковато лена стояла все также молча но на ее лице появилась вполне нормально для подобной ситуации выражение испуга думаешь он там не знаю если бы мне пришлось оказаться на месте шурика тот дом с привидениями последнее место в котором бы я его я спрятался пойдем ух порозовел ответить я не успел из-за туч выглянула луна в свете которой поляна словно заиграла новыми красками или скорее одним новым цветом могильно белым цветом савана что за цвет такой яснее стали видны деревья вдалеке окутывающий их туман да и температура словно упала сразу градусов на 5 так резко по коже пробежали мурашки боишься спросила лена спокойно тебе честно или соврать она еле заметно улыбнулась взяла меня за руку другой ситуации наверняка это вызвало бы во мне целую бурю эмоций но тогда ощущалось лишь насущность необходимости насущность насущенны необходимостью мы медленно пошли к зданию многоточие проходя по детской площадке я толкнул рукой карусель чего она мерзко заскрепела и сделала пол оборота лена вздрогнула и крепче сжала мою руку прости наверно просто детство вспомнил любил карусели да то есть не знаю не помню наверное все дети любят а я не любила почему от них голова кружится если быстро крутиться конечно мне больше качели нравится так и на качелях можно раскачаться не хуже чем на центрифуге ну зачем не знаю этот разговор несколько отвлек меня и на душе стало спокойнее за все за шурика за наше ночное путешествие за лену конце концов и этому миру не чуждо ничто человеческое наконец мы дошли до дверей внутри старый лагерь напомин напомнил детский сад который я ходил в детстве на первый взгляд даже расположение комнат было таким же шурик шурик ответом нам стало лишь звенящая могильная безмолвие стих даже ветер гуляющий снаружи похоже нет тут никого надо все равно проверить я не переставал удивляться смелости лены или лучше сказать отсутствие у нее элементарного инстинкта самосохранения странно ли такое поведение для этой девочки или наоборот нормально я уже не знал конечно давай мы тщательно осмотрели все помещения старого лагеря я даже заглянул на чердак повсюду встречались различные свидетельства того что люди здесь бывают часто газеты пустые бутылки прочий мусор но никаких следов шурика мы вернулись в кого откуда начали поиски что будем делать дальше не знаю лена села на ступеньки и уставилась себе под ноги думаю стоит вернуться осторожно начал я все-таки уже поздно и не будем же мы все мы по всем лесам его искать наверное ты прав она выглядела расстроенной и всем своим видом давала понять что поиски еще не закончены ну правда обреченно сплеснул я руками сел рядом конце концов стоит подумать и о худшем сценарии ты хочешь сказать нет но здесь водятся дикие звери вряд ли лена моментально успокоилась но может он спит где утром проснется вернется в лагерь да конечно я резко встал и принялся наматывать круги по холлу очень хочется поскорее уйти отсюда поскорее выбраться из леса но пока лена ведет себя вот так словно какая-то неведомая сила удерживает меня я уже был открыл рот чтобы продолжить уговоры как вдруг заметил что-то на полу это был люк вокруг которого лежали аккуратные горки мусора пыли значит его недавно открывали смотри думаешь шурик там лена присела на корточки аккуратно протерла ручку люка может и не шурик но кто-то точно туда лазал за последнее время я уже пожалел что вообще нашел этот чертов вход в преисподнюю посмотрим дверца люка оказалась не очень тяжелый открытие не составило особого труда я посвятил фонариком и увидел лестницу уходящую вниз на пару метров похоже подвал спустимся и несколько секунд внимательно смотрел на лену пытаясь понять что же у нее на уме неужели проснулась жажда приключений как у ульянки а где же тогда юношеский задор или она просто не в своем уме но и на сумасшедшую лена не походила не особо а кто вообще сказал что она человек и ей можно оценивать ее можно оценить исходя из человеческой логики поведения эта мысль должна была успугать меня но почему-то прошла незамеченной затерявшись в миллионах других некоторые из них например что может скрываться там внизу были несомненно более важными я спустил спустился я смотрелся нормально все удостоверившись что бояться нечего крикнул я лень мы стояли в длинном коридоре который совершенно точно не был ни погребом не подвалом архитектуру он больше напоминал застенки кгб или подсобный туннель метро не знаю даже что лучше вдоль стен тянулись бесчисленные провода через каждый полметра перехваченные металлическими крюками под потолком висели лампы закованные в проржавевшие абажуры а под ногами мерзко скрипела бетонная крошка пойдем как-то безэмоционально спросила лена куда туда ну да вдруг шурик там и что ему там делать впрочем возражать и сегодня у меня все равно не получалось поэтому мы презрев страх направились в темноту здесь только девчонки меняются либо вообще пропадают как было у нас в концовке когда я сам ходил лена шла рядом держа меня за руку тишину подземелья нарушал только шум наших шагов и звуки капающий с потолка воды мы пробирались вперед медленно может быть даже слишком у меня внезапно начался приступ клаустрофобии я крепко стиснул зубы и сжал и сжал было что из силы фонарь но тут же ослабил хватку испугавшись сломать наш единственный источник света лена молчала и и молчание начало казаться громче любых слов мне стало страшно скажи что-нибудь дверь она показала вперед действительно мы уперлись в массивную металлическую дверь со значком радиационной опасности значит бомбоубежище да я что-то слышала зачем она тут не знаю может быть карибский кризис карибский я прикинул приблизительное время постройки лагеря действительно сходится впрочем бомбоубежище здесь то же самое что аэропорт в деревне простоквашино слишком уж мала глубина да и далековато от цивилизации колесо двери глухо скрипнуло пришлось надавить изо всех сил и прокрутилась несколько раз я решился и с трудом открыл дверь мы вошли в комнату наверное основное жилое помещение несколько кроватей шкафы какая-то научная аппаратура к ядерному апокалипсису апокалипсису готовились на совесть хотя никаких следов шурика здесь не обнаружить не удалось смотри лена держала в руках сигнальный пистолет и улыбалась зачем мне это от чудовищ защищаться но тут нет никаких чудовищ по крайней мере очень хотелось в это верить как скажешь гарантирую не хотелось ее расстраивать поэтому я засуну пистолет за пояс мало ли что пистолет прикиньте раньше не было мы еще раз внимательно осмотрели помещение из него было два выхода один дверь через который мы попали сюда еще один точно такая же дверь в стене слева на секунду я почувствовал азарт желание дойти до конца этого лабиринта и узнать что за приз меня там ждет впрочем вряд ли это компьютерная игра да и возможности сохранения тут явно не предусмотрено может быть этим лена протянула мне в ночь внушительных размеров фомку да нет давай сначала так попробую впрочем дверь никак не хотела поддаваться лишь противно скрипела но колесо ручка не сдвинулась ни на миллиметр слушайте почему она наперед все знает а она знает что нам пистолет понадобится по ходе дело понадобится да на ломик сразу протягивает она фонарик сразу с собой взяла чё-то нездоровая тема какая-то ладно давай с фомкой дело пошло лучше даже слишком легко наконец преграда пала громко ударившись о пол оказалось что петли насквозь проржавели я посвистил фонарем образовавшийся проход за ним был точно такой же коридор как тот по которому мы пришли сюда пойдем лена словно постоянно подгоняла меня вот это так спешишь я не спешу она смутилась и покраснела ну вот опять как мне ее понимать то ничего не боится то теряется от каждого слова бы как будто совсем не страшно не знаю а чего бояться ты же меня защитишь добавила она еле слышно значит лена надеется на меня верить чтобы не произошло да это возможно глупо наивно но возможно сам я четко понимал что никак никого защитить не смогу даже себя здесь в этом мире ничего от меня не зависит те силы по воле которых я оказался тут способны на что угодно хотя это совсем не значит что в конце туннеля ждет неминуемая смерть она может подстерегать меня где угодно в этом лагере пойдем я старался идти быстрее но лене похоже это не доставляло совершенно никаких неудобств она с легкостью поддерживала мой темп коридор был действительно точно таким же как предыдущий болезненно таким же вплоть до мелочей конечно ничего удивительного но в какой-то момент у меня появилось ощущение что мы ходим по кругу фонарь в руке начал все заметнее дрожать пятно света прыгало по стенам и полу и вдруг выхватило из темноты довольно большую дыру вот она яма оказалась совсем не глубокой а внизу виднелись рельсы что там шахта похоже посмотрим а почему не дальше не знаю мне кажется нам туда я прикинул высоту вполне можно было вылезти подтянувшись ну ладно давай проверим я спрыгнул в яму и помог лене спуститься мы действительно оказались в шахте интересно что здесь могли добывать а какие полезные ископаемые бывают в этих краях не знаю ну да глупый вопрос сейчас тоже похоже никаких да действительно все добыли мы каждый раз когда спускаемся в эту шахту мне вспоминается пенумбра почему-то ребят вот я кирпичей наквал так это вот в той игре мы начали медленно углубляться в темноту идти было неудобно потому что я все никак не мог выбрать куда лучше наступать на доски служащие шпалами или на землю и держаться ближе к стенам не получалось но слишком узок отпускать Ленину руку я совершенно не хотел наконец мы вышли к развилке ну вот этого еще не хватало куда пойдем куда не факт что мы вообще выберемся отсюда а уж если будем играть в пакмана во что не важно заблудимся в общем а вдруг там тоже есть выход даже если есть а если нет значит назад я до крови прикусил губу и что из силы закричал ШУРИК тут же со всех сторон звучало гулкое эхо а с потолка даже кое где посыпалась земля видишь ладно тогда я одна пойду что я распался в глупой улыбке как это одна куда но Шурика надо найти вдруг он там Лена тут же покраснела и уставилась в пол. Не-не-не-не, так не пойдет. Если идти, то вместе. Хорошо, значит пойдем. Она улыбнулась и снова взяла меня за руку. И как у нее это вообще получается? Только сначала я поднял с земли довольно большой камень и выцарапал на одной из балок, укрепляющих стену, крестик. Теперь хотя бы будем знать, откуда начинали. Так, а что там мы ходили? Налево, направо, налево, направо. О! За очередным поворотом в свете фонаря появилась деревянная дверь. Хоть что-то. Что? Хотя бы не очередная развилка. А что там? Сейчас у нас уже точно выбора нет. Проверим. Я силой дернул ручку и открыл дверь. За ней скрывалась комната. Возможно, одно из подсобных помещений бомбоубежища. Повсюду валялись пустые бутылки, окурки, стены были исписаны и искаканы. А значит, отсюда существует и другой выход. Мне просто не хотелось верить, что те, кто оставил все это, приходили той же дорогой, что и мы. Однако Шурика здесь, к счастью, к несчастью не оказалось. Эх, я бессильно сполз по стене на пол. Вот теперь мы точно все обошли. Не все. Лена показала на дверь в углу. Примерно такую же, как та, что вела в бомбоубежище. Там, наверное, выход как-то и говорила. Пойдем? Давай отдохнем немного. Хорошо. Смотри, она приближается. Ударить хочет. Лена села рядом, очень близко. И взяла меня за руку. Ничего страшного. В смысле? Что мы не нашли Шурика? Нам бы теперь самим выбраться. Выберемся. Да, наверное. Я дорогу запомнил. Или хотя бы думал, что запомнил. Да ладно, я сам не понял о чем ты. Мне совсем не страшно. Вдруг сказала она после непродолжительного молчания. Это хорошо. Потому что я с тобой. Вдруг за дверью в шахту послышался какой-то шум. Я тут же вскочил и принялся шарить глазами по комнате в поисках чего-то, что можно использовать как оружие. Шум. Тяжелые шаги приближался. Наконец дверь распахнулась и на пороге появился Шурик. Немая сцена. Я застыл, смотря на него. Вот вы где. Думали сможете спрятаться? Что? Думали я вас не найду? А я нашел. Он совершенно точно был не в себе. Лицо исказило страшное гримаса. Глаза под очками дьявольски сверкали, а в руках потерявшийся пионер сжимал ароматуру. Ты что, совсем сдурел что ли? Это же мы. Я вижу, что вы. Так, теперь он подходит. Теперь он хочет меня ударить. Он сделал несколько шагов в нашу сторону. Я инстинктивно заоткрыл Лену собой. Думали можно из меня дурака делать? Водить туда-сюда. Направо, налево, направо, налево. А я ведь ходил, все ходил. Ох, черт! Он замахнулся арматурой. Дальше все происходило словно в замедленной съемке. Шурик, летящий на нас. Я, отталкивающий Лену в сторону. Арматура, медленно опускающаяся мне на голову и... Рука с фонарем взметнулась вверх. Кромешный мрак, последовавший после. Очищенное дыхание. Кровь, стучащая в висках. И тишина. Ужасная, давящая тишина. Слившаяся с темнотой. Я шарил рукой, селись нащупать стену, как вдруг почувствовал чье-то прикосновение. «Не бойся», – послышался рядом знакомый голос. «Ты где, чертов псих?» – закричал я. «Он ушел». «Как ушел?» «Куда ушел?» Голос Лены звучал не то чтобы спокойно, но совсем не так, как должен учать голос человека в подобной ситуации. Успокойся Она нежно обняла меня и прижалась всем телом Я пытался прийти в себя, восстановить дыхание, привыкнуть к темноте И что теперь делать? У тебя же есть пистолет Да, ни в кого мне стрелять В нем же ракета осветительная Наверное она была права Я достал пистолет из-за пояса, направил его в сторону наугад и выстрелил Ох, мать твою, в таком свете она как демон какой-то выглядит Комната тут же озарилась ярким красным светом Ракета, лежащая в углу, была похожа на фейерверк или, может быть, на бенгальский огонь Пойдем скорее, она долго гореть не будет Куда? Лена молча указала на вторую дверь Открыть ее не составило особого труда и мы устремлились в темноту Сигнальный огонь горел все тусклее Я спотыкался на каждом шагу Пару раз даже упал, но темпа не сбавлял Если погаснет и он Наконец впереди показался просвет Мы вышли к лестнице, упирающейся под потолком в решетку И ракета, недовольно зашипев, на прощание погасла Слава богу Оказалось, что мы находимся прямо под памятником Генди Решетка была довольно крепкой, но мне все же удалось сломать ее, разбив винты фонарем Выбравшись на поверхность, я обессиленно упал на траву Ужас какой-то Лена села рядом Жуть просто Мне уже было наплевать на этот мир, на лагере, на автобус 410, на свою прошлую жизнь Ведь что самое страшное, самое противное, в случившемся не было ничего сверхъестественного Просто Шурик спятил, сошел с ума Ничего удивительного, я бы на его месте наверняка тоже Лена нежно погладила меня по голове и улыбнулась Все закончилось Такое ощущение, как будто она, знаете, меня сводила на экскурсию в дом с привидениями Такая, знаете, как гид За ручку провела, такая Все, все, молодец, все закончилось Не знаю даже В полюсу бродит сверхнувшийся пионер, маньяк-убийца, можно сказать Думаю, с ним все будет в порядке В порядке? Нет, не уверен Главное, что с ним все хорошо Она все-таки все так же улыбалась Как ты можешь быть такой спокойной? Я же говорила, что с тобой мне бояться нечего Действительно Тогда я, возможно, спас Лену и себя заодно Впрочем, это всего лишь случайность, не более Будь Шурик более ловким Или более безумным Спасибо за комплимент Пожалуйста Но все-таки не стоило никуда ходить Да, наверное Сказала она спокойно Меня начало ужасно клонить в сон От пережитого стресса, от усталости, от того, что уже ночь Надо было идти спать Но для этого сначала нужно встать Дойти до домика вожатой Нет, на такие подвиги Я не готов Глаза закрылись сами собой Как будто на минутку С неба на меня смотрели звезды Тысячи Может, миллионы Сейчас их свет не казался далеким Голодным Напротив, они весело подмигивали мне Словно перешептываясь Рассказывали наперебой веселую сказку О далекой-далекой галактике И фиолетовых пушистых поросятах О таинственном поясе астероидов В котором пропадают корабли О бесстрашном капитане звездолета И его бравой команде О невиданных сокровищах И неприступных вершинах Гор планеты на краю вселенной Интересно, это сон? Я слегка приподнялся И понял, что моя голова лежит на коленях у Лены Долго я спал? Спросила я смущенно Но вставать не спешил Не знаю, у меня же нет часов Рассмеялась она Ну примерно Нет, может быть минут двадцать А, ну тогда ладно Я снова лег, чувствуя, что мне еще никогда не было так хорошо и спокойно События этой ночи Если не забылись, то стали какими-то далекими Словно из той книжки, которую мне читали звезды Шурик вернулся Что? Я тут же вскочил Вон он, на лавочке спит Лена удивленно показала в сторону скамеек И ты что? Ты так мирно спал, я не хотела тебя будить Мне стало страшно, потому что такое поведение было не просто странным Оно было неадекватным Пугало не меньше безумие Шурика в подземелье Мимо проходит сумасшедший, пытавшийся нас убить еще полчаса назад Ложится на лавочку и засыпает, а она просто сидит Ничего страшного, похоже, он просто был немного не в себе Лена тут же смутилась и покраснела Да и шел он так, шатаясь, в нашу сторону не смотрел А если бы я начала шуметь? Она была готова расплакаться Ладно, ничего страшного Конечно, в ее словах была какая-то логика, может быть, она поступила и правильно В любом случае, сейчас необходимо с пристрастием допросить Шурика Я резко вскочил, быстро подошел к лавочке, на которой он спал И наотмашь ладони ударил его по щеке Ай! Он тут же проснулся Что такое? Ты что творишь, скотина? Что? Шурик испуганным, более того, вполне осмысленным взглядом уставился на меня Что это было там, внизу? Что? Где? В подземелье, в шахте, в бомбоубежище Совсем крышу съехало Я тебя не понимаю Он осмотрелся по сторонам И почему я здесь? А где же тебе надо быть еще, по-твоему? Хотя нет, подожди, я знаю, в дурдоме тебе надо быть Я утром пошел в старый лагерь за деталями, а потом... Потом ты ничего не помнишь? Спросила подошедшая Лена Да и я... Не прикидывайся Сказал я спокойнее и сел рядом с ним Хотя было действительно похоже, что он не врет Ничего не понимаю Все это антинаучно? Как угодно, только не думай, что я тебе поверю Ведь провалы в памяти просто так Шурик разговаривал сам с собой Что-то не переставля... Не переставая бубнил себе под нос Не обращай на нас никакого внимания Пойдем? Тихо сказала Лена И что, вот так просто его оставим тут? Он не в себе Ему надо выспаться Да, этого психопата вообще опасно одного оставлять Может он электронику ночью катушкой индуктивности удавит? Ха-ха, я себе представил Как же шесть Все будет нормально, поверь У меня, пожалуй, не было оснований ей не верить Впрочем, и оснований верить тоже Но с другой стороны, уже наплевать Поскорее бы заснуть Ладно Мы оставили Шурика, продолжающего что-то бубнить наедине с собой Пришли Что? Куда? Пришли А мне дальше Лена улыбнулась К дорогу я совершенно ни о чем не думал Просто шел за ней И сам не заметил, как мы оказались возле домика Ольги Дмитриевны Да Спасибо тебе За сегодня Да не за что тут благодарить Хорошо, хоть живы остались И посмотрим еще, что завтра Шурик скажет Все равно, спасибо Загадочно сказала она И отвела взгляд Ну, тогда пожалуйста Ладно, мне пора Лена резко развернулась и быстро зашагала в сторону своего домика Я тут же поймал себя на мысли, что все это как-то не так Неправильно После всего, что произошло Всего лишь Ладно Ладно, мне пора В таких ситуациях же обычно бывает по-другому, разве не так? Это я и сам точно не знал, чего ожидать Усталость заявила о себе с новой силой Я с трудом поднялся по ступенькам и вошел внутрь На моей кровати сидела вожатая Семен Грустно начала она Ты где был? Ну, я Приготовившись к разносу, я совсем не ожидал подобной реакции Ходил искать Шурика Один Нам нужно пойти с Леной сказать вожатый, что ходил один О как Да, один И Шурик Что с ним? Казалось, Ольга Дмитриевна действительно переживала за судьбу пропавшего пионера Впрочем, что в этом странного? Вожатая может и несколько легкомысленно относиться к своей работе Относится к своей работе Но это же не значит, что она должна быть бессердечной С ним все в порядке По крайней мере, насколько вообще может быть в порядке в данной ситуации Это хорошо А теперь спать Подождите, но Она также быстро выключила свет Показывая, что разговор закончен Что я не успел ничего спросить Впрочем, а надо ли Поинтересоваться, почему меня не отругали? И все же, Лена Что вообще сегодня произошло? Мысли неумолимо замедляли свой бег А затем и вовсе остановились День пятый Мы бежали Уху! Уху! Так, ладно, ребят Мы побежали А серия, наверное, все-таки у нас Закончится здесь День пятый Всем спасибо за внимание С вами был Виктор Канал Витек Плей Ставьте лайки Подписывайтесь Уху! Уху! В описании ссылка на плейлист Сейчас самое интересное На самом деле начнется И Надеюсь, вы придете, посмотрите Комментарии читаю Засранца в баню Ну и Все Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok